Сегодня у нас заклад Виктора Татарского, он нам расскажет о клеточном цикле, норме и канцерогенезе. Большое спасибо, что ты согласился нас рассказывать. Начинай, пожалуйста. Да, спасибо большое. Мне очень приятно, что меня пригласили. И, соответственно, это будет немножко такая лекция с основами, потому что, как я понимаю, много народу, возможно, не знают каких-то основ регуляции клеточной цикле будет интересно это. Потом я расскажу немножко про, соответственно, новые данные, какие-то новые вещи в регуляции чуть-чуть. И, конечно, расскажу про, что меняется в клеточном цикле в опухолях. И потом, если будет время и будет интерес, я могу немножко рассказать о том, чем мы сейчас занимаемся и как это связано с клеточным циклом. И совсем чуть-чуть, просто про два наших проекта, которые связаны с клеточным циклом. Соответственно, просто про себя. Я закончил кафедру личной биологии и гистологии в МГУ, бывшей цистологии биофака. Соответственно, дальше я делал кандидатскую в онкоцентре Никонцерогенеза. Я немножко в процессе этого работал в Каролинском университете у Бориса Животовского. Затем, соответственно, я продолжил работать в онкоцентре. Но еще где-то с 2012 года я еще работаю в такой фирме, которая называется AssassinX. Они занимаются разработкой химических библиотек для большой фармы и немножко Drag Discovery. И я немножко расскажу про один из таких смешных проектов, который здесь вышел. Просто один-два слайда, связанный как раз с клеточным циклом. И, в общем, мой всегда интерес лежал в области химиотерапии и новых таргетных ингибиторов. И, соответственно, здесь будет немножко такой вот тоже акцент на таргетных ингибиторах, связанных с клеточным циклом. И, соответственно, как всегда, если что прерывать, если что будет непонятно, я постараюсь какие-то, может быть, сделать тоже паузы. Я, наверное, не буду видеть то, что пишется в чате. Поэтому, если там Александр скажет, что есть вопрос, я буду рад на него ответить. И, ну, соответственно, поехали. Так, сейчас. Ну, опять-таки, мы начнем просто с самых основ. Как, я думаю, что вы все знаете, клеточный цикл делится на интерфазу МИДОС. Соответственно, интерфаза состоит из G1, фаза клеточного цикла, когда клетка готовится к репликации. Затем ее количество ДНК удваивается в фазе репликации или С-фазе. И затем в G2-фазе клетка проявляет, что все нормально прошло в репликации и готовится к метозу. Затем вступает к метоз и делится на две клетки. Помимо этого, есть, соответственно, еще несколько состояний, в которых клетка может быть относительно клеточного цикла. Во-первых, большинство клеток, которые не получают сигналы на деление, они находятся в стадии покоя, так называемой G0, G0. Они являются покоющими клетками или на английском QS. Соответственно, клетки, которые получают из-за стрессов и активации антогенов и разных других повреждений, они могут выходить из цикла постоянно в G1 или G2-фазе. И в таком случае этот фенотип, он отличается от покоящегося фенотипа и называется клеточным старением по-русски или Cellular Synescence по-английски. И, наконец, клетки могут быть просто терминально дифференцированы и не входить назад в клеточный цикл. Это просто называется терминальной дифференцировкой. Например, нейроны. Они не могут войти обратно в клеточный цикл, но при этом их состояние отличается от состояния покоя или клеточного старения. У них есть свой собственный профиль экспрессии, и несмотря на то, что там нет деления, он, соответственно, отличается от состояния покоя. Клеточный цикл – это такая очень центральная вещь для клетки, на которой сходится огромное количество сигналов для того, чтобы клетка могла поделиться. Во-первых, если мы говорим о многих-многих сигнальных каскадах, почти все сигнальные каскады одним из генов, которые транскрибируются в ответ на активацию этих каскадов, под контролем их разнообразных трансформных факторов, является циклин Г1, который необходим для выхода из состояния покоя в G1 фазу клетчатого цикла. И, соответственно, запускает клеточный цикл в ответ на какой-либо фактор роста. Если у клеток нет фактора роста, скажем, находится в сырочной среде, очень быстро начинает синтезироваться циклин Г1. Соответственно, второй такой белок, про который мы немножко попозже говорим – это трансформный фактор МИК, который, в общем, запускает транскрипцию пропоролиферационных молекул и ингибирует активацию антиклюпсационных молекул. Но для того, чтобы клетка вошла в отличный цикл, она также должна проверить, что у нее помимо сигнала от факторов роста, от активирующих финальных каскадов, у нее все нормально с прикреплением к внеклеточному матриксу, это она смотрит через рецепторы, которые называются интегринами, что у нее достаточно нутриентов, соответственно, это смотрится через амторы, киси, киназы, что нету инактивации через TGF-пэта сигнальный каскад, и, естественно, что нету повреждения ДНК, про что мы будем говорить гораздо больше подумать. Если все эти и другие условия выполнены, тогда клетка может запускать качественную цикл, иначе она остановится. Опять-таки, это для нормальных клеток, для опухолевых клеток это все будет нарушено, и мы про это тоже поговорим. Соответственно, в каждой из прохождений по этим фазам клетчатого цикла оно контролируется комплексами из циклинозависимых киназ или CTK и циклинов. Они называются циклинозависимыми киназами, потому что сами по себе они не работают без комплекса циклинов. Циклинов каждого из видов там их несколько, то есть есть циклин D1, D2, D3, циклин E1, E2 и так далее. Соответственно, в переход из G0 в G1 контролируется пара CDK 4 или 6. Это все для бывших криот, у дрожей все гораздо проще, у них только CDK 1, но мы про это поговорим чуть-чуть, соответственно. Соответственно, дальше вход в S-фазу контролируется CDK 2 циклином E, потом циклин E заменяется на циклин A, а CDK 2 заменяется на CDK 1, и в G2-фазе начинает нарастать циклин B, который болит клетку в метоз и затем деградирует в середине метоза. Соответственно, когда каждый из циклинов передает свой стопед следующему циклину, он обычно деградирует, за исключением циклина D1, у которого есть ядерная локализация и цитоплазматическая, и при этом его уровень может быть высоким в течение всего клетчатого цикла. Однако циклин E, потом циклин A и циклин B деградируют протеолитически, а экспрессии их, соответственно, повышается и снижается в конце каждой из фаз, которые они контролируют. Мы будем говорить о том, что в целом вот эта активность CDK циклинового комплекса регулируется на многих-многих уровнях, то есть она регулируется на стадии транскрипции, повышается и понижается уровень циклинов, что более важно, она регулируется стабильностью белка, соответственно, протеолитической деградацией циклинов. И, соответственно, дальше мы будем говорить, что помимо этого она регулируется еще двумя уровнями регуляции. Соответственно, перед вхождением в каждую из этих важных точек находятся так называемые чекпоинты или контрольные точки, где клетка проверяет, готова ли она к репликации, метозу и разделению хроматит, к полюсам деления. И, соответственно, если здесь есть недостаточно нутриентов и повреждена ДНК, не окончена репликация, повреждена ДНК, не готовы, соответственно, машинами для метоза, или вот здесь все, соответственно, хромосомы не прикреплены к верояттому делению и верояттому делению не выстроены, тогда, соответственно, клетка, если эти чекпоинты не нарушены, она не будет проходить в следующую фазу клещного цикла и останется в блоке клещного цикла, а здесь она, соответственно, может до начала репликации может уйти обратно в G0, в фазу клещного цикла. Соответственно, мы говорили о том, что есть много уровней регуляции активности силикет-цикленового комплексов. Еще одним таким уровнем является, соответственно, разнообразное фосфорилирование этого комплекса. Для того, чтобы активировать этот комплекс, нужна так называемая CDK-активирующая киназа, или ЦАК, и, соответственно, это фосфорилирование необходимо для того, чтобы комплекс активировать, и затем есть ингибирующие фосфорилирования, которые делаются киназой В1 и, по-моему, еще киназой МТК В1. Могу ошибаться, но тоже еще несколькими киназами, но главный из них В1, который, соответственно, при фосфорилировании будет ингибировать активность этого комплекса. Соответственно, это фосфорилирование снимается фосфатазами CDC-25, их несколько, и восстанавливает, соответственно, активность этого комплекса. И на примере перехода к методам мы поговорим более подробно о том, как это происходит. Надо сказать про CDK-активирующую киназу. Соответственно, у человека этим занимается киназа CDK-7 и комплекс с циклином H. Здесь можно видеть, соответственно, вообще разнообразный CDK, который присутствует у дрожжей и у человека. У дрожжей в основном CDK-1 является главной киназой, который достаточно для всего клещного цикла. У человека их гораздо больше. И, соответственно, помимо CDK-киназ, который регулирует прохождение по клещному циклу, есть также транскрипционные CDK-киназы, которые регулируют транскрипцию. Среди них наиболее важна CDK-9, которая регулирует транскрипцию. В общем, мы, скажем, моя лаборатория занимается CDK-8, CDK-19. Я про нее немножко расскажу. А вот CDK-7 – это такая уникальная киназа, которая, с одной стороны, контролирует транскрипцию, а с другой стороны, она нужна для активации этих комплексов, потому что она как раз и является той самой CDK-активитинг-кайнерс. Следующим уровнем регуляции CDK-циклиновых комплексов является так называемый CDK-i или CDK-инhibitory proteins. Это, соответственно, два семейства белков, которые физически связываются с CDK-циклиновыми комплексами и, соответственно, не дают им работать. Соответственно, они делятся на им четыре семейства, которые могут связываться с CDK-ином D и CDK-4-6. Я потом чуть поподробнее поговорю про оба семейства. И, соответственно, в CDK-инфе семейства, которые связываются со всеми остальными CDK-1 и CDK-2 комплексами. Соответственно, да, вот эти семейства. Как раз вот G1-фазу ингибируют P-15, P-18, P-16 и P-19. Это НК-4 семейства. А, соответственно, все остальное ингибируется P-21, P-27, P-57. Это цепки в семействе. Соответственно, они помимо… Прежде всего, они активируются за счет НК-повреждения, за счет активации TGF-бета, отсутствие контактов с метричным матриксом, гипоксии. Помимо этого, отсутствие факторов роста, особенно для P-27, клетчатые контакты опять P-27 и так далее. То есть, как бы многие стрессы, про которые мы говорили вначале, которые могут остановить клетчатый цикл, они работают через, в том числе, и CDK-i. Но, на самом деле, опять-таки, не так просто. Соответственно, вот цепки P-21, P-27, они также нужны для сборки G1, G0. G1, соответственно, комплекса, или K4-6, циклинаде. И в зависимости от, опять-таки, паттерна, по сравнению для P-27, они собирают и транспортируют этот комплекс в ядро. Но, соответственно, если их количество возрастает, то дальше они могут ингибировать следующий CDK-2 циклин Е. И, соответственно, баланс между уровнем вот этих вот пропролиферационных молекул и антипролиферационных будут определять, соответственно, пойдет ли клетчатый цикл дальше. Но при этом, сам по себе, скажем, циклазматический P-27 является негативным прогнозом, а также определенный паттерн фосфорилинный P-27 имеет негативный прогноз, потому что, соответственно, они увеличивают активность циклина D и CDK-4-6. Соответственно, последняя вещь, еще одна вещь, которая важна для контроля встречного цикла, это протосомная деградация. После того, как CDK-i уже становятся ненужны или, соответственно, циклины станутся ненужны, они деградируют, они помещаются в полиопокетильную цепь, деградируют в протосоме и, соответственно, это позволяет клетке быстро переходить из одной фазы в другую и, соответственно, быстро снимать вот эти ингибирующие циклинозависимкиназы, ингибиторы циклинозависимкиназы, когда, соответственно, этот стресс прошел и, соответственно, они больше не нужны. В каждой деградации, соответственно, вот этих молекул, как циклинов, так и их ингибиторов, а также других белков, которые влияют на их активность, таких как CDC-25, белки киназа, которые определяют вход в метоз и так далее, она определяется разными G3-легазами, которые, соответственно, активны в разных фазах клетчатого цикла. Здесь, соответственно, для окончания метозы особенно важны APC, CDH1, SCF, SKP2 и SCF-BET-RCP, соответственно, важны для деградации циклинов в S-фазе. И это используется в том числе для такой довольно остроумной системы наблюдения за клетчатым циклом в живую, когда, соответственно, так называемая окраска фучи, когда, соответственно, в красный и зеленый флуоресцентный белок встроены дегроны, с которыми связаны соответствующие соответствующие интервью бикфетин для газа, и тогда, соответственно, эти красные и зеленые флуоресцентные белки начинают деградировать зависимый от клетчатого цикла, и можно, соответственно, поместить красным G1, обоими будет переход из G1, S, и, соответственно, дальше S, G2, M будет зеленым. Есть более сложные варианты окраски фучи, соответственно, использующие больше E3-регаса, там, соответственно, есть до пятицветных, по-моему, окрасок сейчас. Вот, соответственно, это вот такой базовый клетчатый цикл, его просто, как бы, повторю общие принципы, соответственно, фаза клетчатого цикла определяется комплексом CDK и цитвинов, соответственно, они требуют фосфорилирования для функционирования, они могут ингибироваться фосфорилированием или связанным CDKI, и, соответственно, ингибирование организовано в контрольной точке и в основных точках принятия решения в клетчатом циклах. Теперь поговорим чуть более подробно про, соответственно, переход из G1S и из G2 в MITOS. Соответственно, для прохождения из G1S необходимо... Вот каноническая модель, мы потом поговорим, что она сейчас значительно обсуждается, насколько она правильная. Соответственно, основной мишенью циклина B и CDK-4 и CDK-6 является белок РП. Это один из основных опыльных супрессоров, его функция в норме – это в том, что он связывает трансформационные факторы G2F и, соответственно, инактивирует их активность. Так вот, CDK-4 и CDK-6 и CDK-2, они монофосфорилируют по одному положению РП, и, соответственно, это частично активирует Е2F и запускает синтез циклина Е и циклина А, и комплекс CDK-2 и CDK-2 фосфорилируют уже РП по многим положениям, что приводит к его полной инактивации, деградации, и Е2F, их несколько, они, соответственно, запускают уже полностью синтез циклины Е и циклина А, и, соответственно, эти комплексы фосфорилируют белки Ориджинов Репликации и запускают саму Репликацию с помощью еще черного белка, который называется CDC-7. И уже, соответственно, дальше циклина Е деградирует, и клетка входит уже в Репликацию уже неостановим. Соответственно, вот вообще в целом эти все про- и антипролиферационные белки, они контролируются консульным фактором МИК, который, опять-таки, находится под контролем многих. Он активируется маккиназным каскадом и стабилизируется он, соответственно, синтезируется под контролем винт каскады, ну и так далее. Соответственно, МИК является, в общем, таким традиционным активатором очень большого количества генов, около 3000 вместе с своим кофактором МАКС. И, в частности, он активирует синтез пропролюционных циклинов Е2Ф. И, с другой стороны, с своим ко-репрессором МИЗ, он ингибирует, соответственно, транскрипцию антипролиферативных молекул, таких как по 15, по 21 и по 27. Соответственно, он вместе с циклами МД, это вот то, что, в принципе, запускает клеечный цикл. Соответственно, после окончания репликации в клетке очень важно проверить, что репликация закончилась и что в процессе репликации не произошло побеждение ДНК, прежде чем входить в МИДОС. И здесь как раз большое значение играет вот эти вот фосфорилирования, активирующие и инактивирующие. Соответственно, комплекс CDK1 и циклина B будет инактивирован. И для того, чтобы клетка вошла в МИДОС, необходимо убрать это инактивирующее фосфорилирование, которое делают МИД-1 и БИОН. И для этого, соответственно, нужно активировать CDK2-5 фосфатазы и инактивировать МИД-1 и ВИОН. И, соответственно, если все нормально, и в клетке нет активации ответа на ДНК повреждения и, соответственно, другие стрессы, тогда пол-лайкинеза PLK1 инактивирует ВИОН и, соответственно, также активирует CDK2-5B. И это приводит к тому, что смещается паттерн фосфорилирования смещается в сторону активирующего. Мы сейчас будем говорить про ДНК повреждения, но, соответственно, если происходит ДНК повреждение, активируется чекки АЗа, и они активируют ВИОН за счет активации еще белка 14.3, и, с другой стороны, инактивирует CDK2-5B. И, таким образом, фосфорирование паттерн фосфорилирования смещается вот сюда. На самом деле, этот механизм также работает в G1S-чекпоинте. И, соответственно, тут же там просто немножко другие, не CDK2-5B, а другой CDK2-5B работает. И также здесь работает то, что ингибиторы CDK2-5B тоже будут синтезироваться и дополнительно инактивировать эти комплексы. Что еще раз показывает, насколько вообще в целом важен контроль клеточного цикла и предотвращение деления поврежденных клеток или мутированных клеток для организма. Здесь есть прямо много-много уровней контроля для того, чтобы предотвратить деление мутированных клеток. Соответственно, активация интерпорождения является вообще одним из основных методов, каким клеткам можно активировать эти чекпоинты и, соответственно, останавливающийся цикл. В целом, это работает так, что двойные двухцепочные повреждения активируют ATM киназу, которые активируют ЧК2 киназу. И, соответственно, ЧК2 будет ингибировать CDC-25A. И, с другой стороны, будет фосфорилировать B53. Соответственно, он может фосфорилироваться в зависимости от стрессов по многим положениям, но ДНК-попреждение серии М15 является таким самым маркерным. С другой стороны, одноцепочные повреждения, например, еще репликационный стресс, то есть какие-то проблемы с репликацией приводят к активации ЭТР киназы, который активирует ЧК1, который тоже активирует П53, активирует B1 киназу, которая инактивирующая, и, соответственно, ингибирует CDC-25. И, соответственно, они могут останавливать в клеточном цикле за счет обоих этих механизмов. П53 зависимым геном является П21, и он будет, соответственно, инактивировать CDK2 и CDK1 комплексы. И, соответственно, и фосфорилирование, и физическое связание с ингибитором CDK будет препятствовать прохождению в следующую фазу клеточного цикла. Клетки остановятся в блоке клеточного цикла, и, соответственно, дальше или эти повреждения будут отрепарированы, и тогда, соответственно, П21 будет деградировать за счет прохожденной деградации, а, соответственно, ЧК1 и ЧК2 будут дефосфорилироваться, и П53 будет деградировать из-за НДМ2, который его все время деградирует, если он не активирован, и, соответственно, все продолжится. Если эти повреждения не будут отрепарированы, тогда клетка или эти повреждения будут сразу слишком существенны, или эта клетка не очень важна для организма, тогда П53 смесит гены, которые он активирует за счет ацетивирования П53 с П21 на пропопатологические гены, такие как Пума, Нокса и БАКС, и, соответственно, вместо блока клетчаного цикла клетка уйдет в ПАПТОС, то есть она погибнет, программирует клетчаный гид. Соответственно, если другой вариант, что этот блок станет постоянным, мы будем говорить сейчас про клетчаного старения, соответственно, будет экспрессироваться, скажем, еще П16 дополнений, их П21, и клетка останется в этом заблокированном состоянии навсегда, и останется на сет. У нее тоже изменятся те гены, которые она активирует, и мы тоже про это сейчас немножко поговорим. Но прежде чем мы перейдем к, соответственно, сенесенсу, извините, английский слайд, поговорим про состояние покоя. Соответственно, это немножко сложное для G0, оно немножко сложное для определения фенотип, потому что у него нет таких ярких маркеров, как и других фенотипов клетки. Но, в общем, при отсутствии факторов роста, адгезии или если у клетки есть плотные контакты с друг с другом, соответственно, она выходит в G0, и это состояние отличается тем, что клетка из него может выйти. Соответственно, при этом у нее снижается активность митохондрии и уменьшается количество активных форм кислорода, и снижается очень метаболическая активность. У нее может активироваться аутофагия. Мы немножко поговорим про это в контексте опухолей. Соответственно, у нее обычно экспрессируется или P21, или P27, или P57, чаще P27. Ураинтенсенсационной активности будет низкий, и трансляционный профиль будет с меньшей активностью, чем у сравнимых клеток, скажем, сеносердных, предъявляющихся. И у нее не будет маркеров прориферации, таких как K6A или PCNA. Соответственно, такая клетка будет в этом состоянии покоя, и чем дольше она находит в состоянии покоя, тем дольше и потребность, чтобы из него выйти. Соответственно, один из, когда мы перейдем к опухолевым клеткам, один из основных механизмов противоопухолезащиты является то, что клетки не делятся, особенно эпителиальные, когда у них есть плотные контакты с друг с другом, и, соответственно, они поделятся только, если этот эпитальный слой поврежден, или, соответственно, эта клетка должна поделиться, потому что следующая клетка умерла, как, например, в выстрелке кишечника. И, соответственно, у всех нормальных клеток, как только они достигают монослоя, у них начинает сегиироваться по 27, и они перестают делиться. Опухолевых клеток этот процесс нарушен, и они могут делиться в несколько слоев, и это одна из необходимых вещей по опухолевым сформациям. Теперь, собственно говоря, перейдем к старению, к вечному старению с Nessence. Соответственно, многие типы стрессов и активации нкогенов, ДНК-повреждения, оксидативный стресс, который приводит к ДНК-повреждению, протоксические стрессы и так далее, они приводят к тому, что клетка выходит из к вечному циклу и становится сенесцентной, она увеличивается в размерах. У нее есть несколько маркеров, они не все не являются однозначными. Самым популярным является окраска на так называемую бета-клотезидазу, ассоциированную с клетчным старением или 13-associated SA-beta-клотезидаз, когда можно покрасить с помощью буфера, содержащего экс-клотезу, эти клетки, и они будут расщеплять его с образованием синей окраски. Соответственно, здесь я быстро пробегусь по этим слайдам, но в клетчное старение может индуцироваться несколькими вещами. Например, опять-таки, то же самое ДНК-повреждение, про которое мы поговорили, если оно стабилизируется. Сокращение теломер с каждым делением, если нет активности теломераза, они будут сокращаться, и когда они достигнут определенной небольшой длины, активируют как раз тот самый ДНК-респонс. Соответственно, активация онкогенов может проводить по разным причинам к репликационному стрессу, например, и тоже ДНК-респонс. И все это приводит к активации вот этого синэсэнтного фенотипа. Синэсэнтный фенотип, во-первых, эта клетка увеличивается в размере, во-вторых, для того, чтобы она не делилась, у нее гиперэкспрессируется P16, P21, увеличивается количество реактивных форм кислорода, что повреждает ДНК, и этот фенотип закрепляет. И также увеличивается количество антипатологических белков, такие как BC2, BCW и BCXL, которые предотвращают метахиндральный апоптоз, даже при том, что здесь, скажем, допустим, есть высокий уровень нейрохидной формы кислорода, который мог к нему привести. И что самое неприятное для контекста опухоли, они начинают синтезировать цитокинные факторы роста. Про это мы поговорим через пару слайдов. Соответственно, клетки, у которых теломеры сократились, есть так называемый предел хейплика, или предел деления нормальных нетрансформированных клеток, сокращение теломер приводит к активации ДНК-повреждения и росту P21 и P16. Соответственно, инесцентные клетки накапливаются не только в культуре, но и в организме. Вот есть пример, выкрашенная на бета-клоктизазу почки крысы, или на P16 мелноцитов в невусах человека. И, соответственно, в коже. Соответственно, эти старейшие клетки присутствуют в нормальных тканях стареющего организма. Что достаточно интересно, как оказалось у лабораторных мышей, в отличие от диких мышей, очень высокая активность теломеразы, и у них очень-очень длинные теломеры. И если выбить теломеразу, потребуется около шести поколений, чтобы, соответственно, вызвать вот этот вот прогерийный фенотип, при котором присутствует преждевременное старение. И, как оказывается, это некий артефакт отбора этих мышей при их культивировании. Что интересно, что есть еще CDK3, который, в принципе, выполняет функцию в клещеном цикле, но также он есть у диких мышей, но при селекции лабораторных мышей у всех лабораторных мышей нет с диких. Они прекрасно без него обходятся. Почему они могут спокойно без CDK3 жить и без некоторых других белков в клещеном цикле? Мы тоже поговорим. Соответственно, у опухолей теломераза очень активно это является негативным прогнозом. И, собственно говоря, еще одним вещью, которая вызывает птичное старение, это активация энкогенов. И если в нормальных мышах без анактивации опухоли супрессов, как и КП-53, скажем, активировать раз энкоген, то эти опухоли, которые им подсажены, они не будут делиться, как ожидалось, лучше, потому что, соответственно, они уйдут как раз в это клещенное старение. Дело в том, что активация энкогенов сама по себе часто приводит к тому, что к репликационному стрессу клетки слишком быстро входят в репликацию. И, соответственно, это приводит к активации ответа на ДНК-повреждения, и блоку клещного цикла, и затем клещного старения, или даже апоптозу. Соответственно, если при этом произошла активация опухоли супрессоров, то, соответственно, дальше клетки приспосабливаются к этому, и начинается, соответственно, деление опухоли. Вот здесь это на примере дано делиации ЧЕК-2, которая реагирует на двухцепочные ДНК-повреждения. В общем, почему про клещное старение и опухоли? В принципе, этот фенотип, он нужен для того, чтобы помочь окружающим клеткам делиться, когда, соответственно, происходит какая-то регенерация тканей или заживление ран, или при развитии, соответственно, некоторые клетки выходят из клещного деления, из-за, соответственно, клещного старения, и в то же время они пытаются помочь окружающим клеткам, скажем, в ране это, соответственно, побуждение регенерировать. И как и многие вещи в опухолях, соответственно, вот этот хроническое состояние, как будто есть повреждение ткани, оно работает, соответственно, не на пользу организму, потому что факторы роста и цитокины, которые стареющие клетки выделяют, они помогают окружающим клеткам расти и в частности окружающим опухолем. Это называется, вот этот вот фенотип, когда они выделяют токины и факторы роста, называется Senescent of Seated Secretary of An Attack, и, соответственно, он приводит к к росту опухолевых клеток и считается, что помимо ослабления иммуноконтроля и накопления мутаций, он является одной из третьей причин, почему у, соответственно, пожилых людей опухоли встречаются чаще. При этом, на самом деле, сенесцентные клетки приводят к другим заболеваниям, например, мукулярной дегенерации, когда, соответственно, выделяемые сенесцентными клетками факторы антигенеза, таких как VGF, приводят к росту сосудов внутри глаза и, соответственно, ослеплению. И достаточно интересный цикл работы был на мышах, в которых в случае, когда у них эксплуатировался P16, они были модифицированы таким образом, что в них можно было активировать Каспазу-3 только в этих клетках и сенесцентные клетки умирали. И такие мыши, они не жили существенно дольше, но у них не было многих из, соответственно, фенотипа, связанных со старением, то есть у них не было вот этого горба лорда Кифоза, меньше было количество катаракт, соответственно, упадение шерсти и другие, соответственно, признаки старения мышей. И, соответственно, появилась идея найти вещества, которые бы делали то же самое, селективно убивали бы сенесцентные клетки. Такие вещества называются сенолитиками. И, в частности, во всяком случае, в птичных культурах и в мышах, например, ими являются ингибиторами БСЛ-2, которые также применяются в опухоле терапии некоторых опухолей крови. Соответственно, они активируют метахондриальный апоптоз в клетках, которые зависимы только от БСЛ-2 для ингибирования метахондриальной апоптозы. А как раз сенесцентной клетки является БСЛ-2 зависимым. Были даже некоторые испытания сенолитиков у людей. В любом случае, бенетоклакс, ингибитор БСЛ-2 применяются для терапии опухолей. Но, насколько я понимаю, что там фенотип такой эффект не выражен, что еще лишний раз доказывает, что старение у людей и мышей значительно отличается. Соответственно, теперь перейдем к опухолям. И понятно, что мутации, которые способствуют опухолям, это те, которые увеличивают пролиферацию и снижают контроль клетчатого цикла. Поэтому мы видим, что фактически во всех опухолях присутствуют те или иные мутации компонентов клетчатого цикла в дополнение к мутациям, активирующим сигнальные каскады, которые также приводят к увеличению экспрессии компонентов клетчатого цикла. То есть часто присутствует гиперэкспрессия или увеличение стабильности и гиперэкспрессия из активации сигнальных каскадов и увеличение стабильности из-за точных мутаций циклинов и очень часто присутствуют амплификации циклина D, циклина E и циклина A. Циклин E особенно важен для ракомолочной железы, в раке легких, циклин D1, в раке груди, пищевода и так далее. Соответственно, CDKI теряется из-за, опять-таки, из-за дилеции и метеорирования промоутеров других часто точных мутаций и других перигенетических изменений. CDC25 фосфатаза гиперэкспрессируется, V1 подавляется, но это, надо сказать, что происходит не так часто, как ожидалось, и мы поговорим, почему. Соответственно, RB опухоли-сюпрессор теряется, P53 инактивируется в 50% случаев опухоли, и, естественно, MIG гиперэкспрессируется и стабилизируется из-за точных мутаций и за активацией сигнальных аскадов, и уровень MIG как белка повышен где-то в 60% опухоли. Вот здесь можно видеть пример. Соответственно, рыженькие – это амплификации, то есть когда у нас становится несколько копий генов в результате генетической нестабильности. Фиолетовые – это дилеции. Голубые – это точечные мутации, которые могут быть как активирующие, так и неактивирующие. И здесь, соответственно, только два из ингибиторов циклинозависимых киназ, это, по-моему, по 16-18, это белок ретинобластомы, а здесь, соответственно, циклин D1, D2, D3, CDK4, D6 и циклин E. То есть можно видеть, что это разные опухоли, и это процент таких изменений. Можно видеть, что в некоторых опухолях до 70%, например, в глиобластоме – дилеции вот этих двух генов. И здесь, опять-таки, не все компоненты. Здесь нет циклина А, циклина В, здесь столько мутаций, и здесь нет увеличения экспрессии, которые тоже характерны. Здесь нет эпидемиологических изменений. То есть фактически можно сказать, что мутации мышечного клетчатого цикла происходят почти в каждой опухоли, и, соответственно, активация и дирегуляция этих процессов необходима также в каждой опухоли, так же, как и другие, то, что называется whole marks of cancer, наверное, вот это является одним из самых значимых. Соответственно, первые химиотерапии, которые были созданы, были направлены чисто на делящиеся клетки, и, соответственно, это были ДНК-повреждающие вещества, такие как ингибиторитетопозимраза 1,2, и они активировали вот этот DNA damage response и препараты платины и так далее. То есть они били в основном по реплицирующимся клеткам и активировали блок клещного цитра в результате повреждения ДНК. И, с другой стороны, соответственно, были ингибиторы метоза, это токсаны и венколоиды. Соответственно, венколоиды предотвращают собирание микротрубочек и, соответственно, веретено-деление, а, с другой стороны, токсаны, они его стабилизируют и предотвращают выстраивание веретено-деления и затем разделение хроматит к полюсам. И надо сказать, что, несмотря на то, что эти вещества, что ДНК повреждает, что методические ингибиторы, они старые. И это как раз вот такая классическая химиотерапия, про которую мы все думаем, когда страдают все полюсам, они выпадают волосы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с иммунитетом. Они остаются такой основой для терапии, химиотерапии большинства опухолей и таргетные препараты обычно добавляются в дополнение к ним. И надо сказать, что только в последнее время немножко ингибиторы иммунологических чекпоинтов, то есть педиволонисты ТЛИ-4, активаторы иммунного ответа на опухоль немножко потеснили их. И надо сказать, что они остаются очень эффективными и к ним гораздо реже образуется резистентность, для размерения образуется резистентность, чем к новым таргетным препаратам. Но, соответственно, вот эти все знания о машинерии клеечного цикла естественно заинтересовали людей, чтобы сделать более точные и менее токсичные ингибиторы компонентов таргетного цикла. Прежде чем мы перейдем к самым интересным ингибиторам циклинозависимых киназ, есть ингибиторы разнообразных компонентов, которые нужны для построения металлического таргетина и метоза. Соответственно, для построения металлического таргетина нужен моторные белки и кинезины, и есть металлические кинезины, такие как IG5, и против них есть ингибиторы, и, соответственно, вот эти вещества находятся в клинических испытаниях. Для того, чтобы перейти из G2 фазов метоз, нужна полу-лайк киназа, и также для выстроения веретина она нужна для выстроения веретина, и есть ингибиторы PLK, и, соответственно, еще одна киназа, которая необходима для правильной организации хромосом-метафазии, это Aurora A и B, и, соответственно, к ним тоже есть ингибиторы. Надо сказать, что здесь я хочу сделать маленькое отступление. Одно из таких первых вещей, которые мы делали в SNX, мы пытались создать ингибиторы еще одной металлической кинезы, которая называется HUSP. И, соответственно, тогда, в 2019 году, очень многие говорили такое юмористическое немножко отступление про сложность drug development. и, соответственно, в исследовании говорили о том, что HUSPIN необходим для того, чтобы, соответственно, комплекс из Aurora B сел на нуклеосомы и мог фосферилировать свои таргиды. И в целом, что ингибирование HUSPIN с помощью СРНК происходит к тому, что клетки заблокированы в методе. И были химические ингибиторы, для которых было показано то же самое. И мы создали химический ингибитор в начале, который тоже вызывал блок в G2M-фазе клетчатого цикла. И затем мы начали делать более специфические ингибиторы. И, в конце концов, это пришло к довольно смешному результату, что мы создали специфический ингибитор, который сильно предотвращал активность HUSPIN киназы, то есть фосферилирование третьего трионина гистона-3. И при этом он не делал больше ничего. То есть клетчатый цикл, если мы знакомы с таким гистограммой, это G1-фаза клетчатого цикла. Здесь количество ДНК в данной проточной циклориметре. Соответственно, G1-фаза клетчатого цикла первого пика, G2M-это второй пик, между ними S-фаза. Соответственно, даже в высокой концентрации этот ингибитор не делал ничего, при том, что он полностью ингибировал вот это фосферилирование, которое зависит от HUSPIN, в то время как менее специфичный наш ингибитор и коммерческий HUSPIN-ингибитор, они вызывали действительно G2-блок клетчатого цикла и апоптоз. При этом, соответственно, мы смотрели этот ингибитор кинезина, тоже нами тогда разработанный, он действительно вызывает накопление клеток в метозе. Здесь помечен фосферилирование по серии 10, который делает Аврора, а здесь по трионину 3, который делает HUSPIN. И здесь действительно накапливаются клетки с обоими маркерами. Наш же ингибитор, он специфично убирал вот это фосферилирование по 3-му трионину полностью, но при этом фосферилирование по 10-му серину, для которого якобы нужен был HUSPIN, потому что без него Аврора якобы не работает. Оно, соответственно, происходило так же, как и есть. Мы тогда как бы так и не разобрались. Дело в том, что, может быть, нужен не киназный эффект, а само по себе физическое присутствие киназа, но, в общем, так как с тех пор интерес к HUSPIN резко угас, по всей видимости, он не так необходим для метоз. Надо сказать, что и с другими вот этими новыми методическими ангибиторами есть такая проблема, что они все болтаются в разных ранних и иногда чуть-чуть поздних фазах клинических испытаний, но так они прошли в клинику, судя по всему, ну, как бы из-за двух проблем. Одна – это неспецифичная токсичность, и, например, ингибиторы выбивания пилки, оно приводит к смерти... Извините. Соответственно, ингибирование пилки приводит к смерти почти всех клеток, скажем, если сделать нокаут пилки один. А с другой стороны, оказывается, что очень часто ингибирование там, Аврора А или Аврора П недостаточно для того, чтобы эта клетка умерла, потому что при этом увеличиваются ошибки в сегрегации, но при этом часть клеток выживает, они становятся полиплоидными или аннооплоидными, и при этом это увеличивает генетическую нестабильность, то есть, в принципе, идет опухоль на поле. И, в принципе, обсуждается то, что для того, чтобы эти клетки убить, надо использовать вот эти специфические ингибиторы плюс ДНТ-повреждающие агенты или метатические ингибиторы. Таким образом, можно снизить дозу этих метатических ДНТ-повреждающих агентов и соответственно, снизить общую токсичность. Но пока вот эти все новые модные ингибиторы так и остались в разных фазах клинических испытаний. Соответственно, здесь естественно, что люди не связывались с ингибиторами циклинозависимых киназ и было создано много разных ингибиторов циклинозависимых киназ, многие из которых были недостаточно специфичны и оказались слишком токсичны и потому что они в частности таргетировали например вот эти транскрипционные киназы, которые нужны вообще для транскрипции. например CDK9. Ингибиторы CDK1 оказались токсичны, тоже слишком токсичны, несмотря на то, что они находятся в... некоторые клинические испытания продолжаются. В общем, никто из них в клинику не вышел. единственные соответственно вещества, которые действительно прошли в клинику это PAL-бециклип, репециклип и ABM-бециклип это все ингибиторы CDK4 и CDK6, которые были одобрены для эстрогенопозитивного и HER2 негативного ракомоечной железы начиная с 2015 года. Но с ними тоже есть такая проблема, что если вот эта общая выживаемость соответственно во-первых они работают только в комбинации с ингибиторами эстрогенового сигналинга для этих эстроген позитивного рака потому что эстрогенный сигналинг как раз увеличивает активность циклина увеличивает синтез циклина D значительно и эти опухоли являются зависимы от циклина D и соответственно здесь как раз PAL-бециклип эффективен вместе с ингибиторами эстрогенного сигналинга если опухоль уже соответственно резистентна к эстрогенным ингибиторам то PAL-бециклип не делает ничего но в любом случае через 48 месяцев пациентов которые эффекты и так было невелик но соответственно через 48 месяцев он сходит совсем не то есть разница между контрольной экспериментальной группой она для самого специфического из этих ингибиторов PAL-бециклип она становится совсем несущественной и почему же так происходит почему же все такие ингибиторы не стали следующими популярными таргетными ингибиторами такие как например GFR ингибиторы дело в том что все что я вам рассказал до этого это некоторая ложь или существенное упрощение того что на самом деле происходит когда в 90-х начали делать нокауты соответственно мышей по разным циклинзависимым киназам оказалось что если бы мы думали что каждый из этих компонентов необходим для всей все это работает как часы где каждый компонент необходим для его работы то соответственно выбивание любого из циклинзависимых киназ любой из циклинзависимых киназ и циклинзависимых киназ должна приводить к тому что клетки перестают делиться действительно когда выпили CDK1 то клетки не совершают больше чем одно деление от зиготы и гибнут на стадии двух клеток однако если оставить CDK1 и выпить CDK2 4 и 6 то эмбрион развивается нормально только у него нету соответственно предшественных клеток крови 7 и кардиомиокид если оставить только CDK1 CDK2 соответственно нормально развивается полностью кроме гематопоэтических происшествий если оставить CDK1 CDK6 тогда соответственно только кардиомиоцид если оставить CDK1 CDK4 полностью нормальная мышь только стерильная и соответственно CDK1 является той самой предкой циклинзависимых киназ которые есть у дрожжей, которые в принципе у них контролируют весь этот клетчный цикл. Судя по всему, она может заменять все остальные циклинозависимые киназы, и только в некоторых специализированных клетках необходимы CDK4, 6 и 2, в принципе, когда действительно они работают, но если их вдруг выбить, то тогда CDK1 прекрасно справляется с их ролью, и, видимо, они справляются с ролью другого. Например, CDK2 может прекрасно фосфорировать RB по любым положениям вместо CDK4, 6, и это как раз является основной причиной резиденции к полу-бациклибу, активация CDK2, который будет фосфорировать RB и, соответственно, CDK4, 6 становится ненужным. Или гиперэкспресс CDK6, соответственно, опять его становится так много, что полу-бациклиб еще не работает. Соответственно, если выбивать все, ингибировать разные циклинозависимые киназы, и то же самое с циклинами, просто другие пары CDK-циклинов возьмут на себя их роль, а если выбить CDK1, это будет слишком токсично для всех остальных. Но в то же время, естественно, что мы вот видели, что циклинозависимые киназы и циклины мучают в опухоли, соответственно, они нужны там. И если в опухолях выбить, соответственно, если выбить эти киназы, то, несмотря на то, то такие мыши, соответственно, будут более резистентны к опухолям. Они будут резистентны, скажем, CDK4 будут резистентны к мигиндуцированным опухолям, или к хердвайерид индуцированным опухолям и так далее. То есть, во всяком случае, как бы это защищает частично от опухоли, потому что вот эти вот сигнальные каскады будут увеличивать активность экспресса циклина Д и активность, соответственно, если их, наоборот, активировать, то это будет приводить к тому, что опухоли будут развиваться. То есть, несмотря на то, что как бы организм может обойтись без них, если они будут слишком активированы или регулированы, это будет приводить к развитию опухоли. И, соответственно, здесь на самом деле вот прямо сейчас все равно продолжаются дискуссии по поводу того, как вот эти все модели работают. То есть, например, вот буквально месяц назад или два месяца назад вышла статья, в которой за счет довольно обстралованных опытов на нормальных клетках было показано, что, возможно, циклин Е и CDK2, который нужен для гиперфосферилирования орбит и, соответственно, индукции репликации, на самом деле там не очень нужен. И что клетки спокойно обходятся без него. И им нужен, соответственно, CDK1 и циклин B или CDC7, который как раз активируется вместе с циклин Е и CDK2 для вхождения в репликацию, причем достаточно одного из них. То есть, как бы можно директировать или один или другой, и клетка все равно будет входить в репликацию, хоть и хуже. А, соответственно, если убить опыт, тогда репликация не будет происходить. Соответственно, есть, опять-таки, много моделей, которые показывают, что, возможно, CDK4-6 может гиперфосферилировать орбит без CDK2 циклин Е. Или, наоборот, есть модели, в которых циклин Е CDK2 может как моно, так и полифосферилировать орбит, и ему не нужен CDK4-6, а CDK4-6 нужен для изменений, которые, соответственно, нужны для того, чтобы клетка подошла к этому моменту. Соответственно, вот эти все модели, они, на самом деле, как бы, с одной стороны обсуждаются, с другой стороны, явно, что клетка может просто обходиться, если сломан один механизм, она может именить его другим. И это делает, естественно, задачу ингибирования и разработки лекарств тем более сложной, что в случае, если мы просто блокируем один из механизмов, клетка просто воспользуется другим, и опухоль станет резистентом. Например, если, соответственно, здесь вот это и некоторые другие случаи покажут, что циклин Е не так нужен, тем не менее, мы точно знаем, что циклин Е является, высокая экспрессия циклин Е является крайне негативным фактором, скажем, в раке молочной железы. То есть высокая экспрессия циклины Е, она приводит к очень плохой выживаемости, причем это на всех стадиях заболевания. И у циклины Е в астатной раке молочной железы есть еще процессированная форма, которая называется low-molecular weight циклин Е, которая является расщепленной формой циклины Е1, которая не ингибируется P21-P27 и будет, соответственно, толкать клетку в репликацию вне зависимости от того, соответственно, экспрессируется ли ингибируется CDKi или нет. С другой стороны… Эта форма, она из-за мутации или это просто альтернативный спайсинг? Это не альтернативный спайсинг, это протеолитическое расщепление, и он активируется какими-то из сигнальных каскадов. Я, честно говоря, не очень помню, но она присутствует в ряде опухолей, прежде всего, в раке молочной железы. Это именно что пост-трансляционная модификация. Окей, спасибо. С другой стороны, у опухолей, соответственно, из-за этих изменений, они становятся чувствительны к другим вещам. Соответственно, воздействия на этой схеме из довольно свежего обзора, показаны красным, показаны те гены и их соответствующие белки, которые часто мутируют в опухолях, а синим показаны те, которые мутируют реже. Так вот, ответ на ДНК-повреждения, потому что опухоли все генетически нестабильные, они мутируют часто. Естественно, P53 мутируют с 50% опухоли, ЧП2, ИТМ и так далее. Естественно, что сигнальные каскады, которые активируются при вхождении в GIT, они, естественно, не регулированы. Про это тоже там все знают. Но при этом ответ на репликационный стресс и одноцепочные генетически нестабильные, они мутируют редко. И также методический чекпоинт, который смотрит за то, что методическое вертикально правильно организовано, и, соответственно, все готово к анафазе. Он тоже мутирует гораздо реже. Дело в том, что у опухоли у них и так довольно высокий репликационный стресс. И более того, если вот эти механизмы нарушены, то тогда опухоли будут зависеть от только вот этого ДНК-повреждения. И, соответственно, если вот эти компоненты мутируют, то репликационный стресс в опухоли увеличится настолько, что может вызвать проблемы с репликацией, необратимые повреждения и, соответственно, отечественную смерть. И, соответственно, то же самое с методическим чекпоинтом. У опухоли довольно часто будет возникать анаплодия и полиплодия. Если этот механизм нарушить еще дальше, то, соответственно, он будет возникать слишком часто, и эти клетки тоже будут гибнуть. Поэтому, соответственно, есть подходы, которые основаны на повреждении ДНК, как стандартной химиотерапии на ингибировании силиклециклинов, то есть на предотвращении пролиферации. А есть подходы, которые, наоборот, блокируют ВИАДИН и будут увеличивать пролиферацию, будут увеличивать скорость пролиферации с фазой и не дадут клетке, соответственно, репарировать эти изменения, повреждения и увеличить генетическую нестабильность настолько, что клетка уйдет в апопторос. К тому же здесь сейчас разрабатываются, соответственно, стратегии синтетической летальности. Соответственно, когда ДНК, повреждающие агенты, вне зависимости от того, как был сплошный или не сплошный, они, в принципе, могут активировать оба пути ответа на ДНК повреждения, ATM и ATM. И, соответственно, если один из них нарушен, то второй из них может работать. Соответственно, если один из них мутирован, то тогда, соответственно, если мы ингибируем второй, то такая клетка вообще не может осуществлять ДНК-репарацию. Это приводит к личной смерти. Это называется стратегия синтетической летальности. В клинике, например, одобрены ингибиторы PARP, соответственно, для опухоли с мутацией компонента репарации BRCA1 и BRCA2 или BRCA1 и BRCA2. Медики чаще называют BRCA1 и BRCA2, биологи BRCA1 и BRCA2. Соответственно, там, если BRCA1 мутированы, тогда клетка для репарации зависит от PARP. Если PARP ингибирует, тогда репарации вообще нет и, соответственно, опухоль погибает. Такие же подходы используются и здесь. Соответственно, если вот эти компоненты часто мутируют, тогда мы можем заингибировать вот эти компоненты, и тогда клетка получит слишком много ДНК-повреждения и погиб. Соответственно, мы можем также ингибировать, как мы говорили уже, вот эти вот компоненты методического чехпоинта типа RORP в дополнение к методическим ингибидорам и тоже, соответственно, в такие клетки погибнут в результате методических катастроф и методических ингибидорам. И, наверное, такая последняя вещь, про которую теоретически, которую я хотел бы сказать, потому что, я не знаю, способны ли кто-то еще воспринимать немножко про нашу работу, но, соответственно, еще одним из, ну, интуитивно кажется, что опухоли выгодны всегда размножаться быстрее. Однако, много последних данных говорит о том, что, соответственно, иногда, особенно в контексте химиотерапии, опухолям гораздо выгоднее размножаться методик. И есть два фенотипа, которые с этим связаны. Это присутствие в опухоли довольно гидрогенной, не только по изомутации, но и фенотипической. И, соответственно, в опухолях присутствуют так называемые опухоли стволовой клетки. Это клетки, которые по фенотипу похожи на стволовые клетки человека, которые медленно делятся и также очень устойчивы к химиотерапии, в том числе из-за экспрессии мультирекарственной устойчивости и большое количество белков мультирекарственной устойчивости, хорошей репарации. И, в частности, они медленно делятся. И поэтому потенциальная химиотерапия, особенно такая кондициональная химиотерапия, которая действует на клетке в метозе или в репликации, действует на них плохо, потому что они делятся медленно. И, с другой стороны, есть покоящиеся клетки. Они присутствуют как в нормальных опухолях, так и их количество увеличивается при терапии. Это клетки, которые перестают делиться в результате условий, например, гипоксии или использования ДНК-опопреждающих гентов. И, соответственно, они могут таким образом переживать эти стрессы и накапливать мутации и эпогенетические изменения, которые необходимы для того, чтобы пережить эти условия. И затем, соответственно, репопулировать опухоль, часто имея мутации или, соответственно, репрограммированный геном, то есть долговременные изменения, которые приводят к выживанию и устойчивости к химиотерапии. И, соответственно, когда мы даем, скажем, конденциальную химиотерапию, мы уничтожаем большинство клеток опухоли, но вот эти вот и вот эти вот клетки, то есть медленно выделяющиеся или покоящиеся клетки, они будут к ней устойчивы, могут затем начать снова делиться и опухоль, соответственно, снова начнет расти. К тому же в этих же клетках часто активируется стресс-индуцированный сигнальный каскад, такие как ПА-38 и ответ на эперстресс, аутофагия, соответственно, у них снижается экспрессия проплотических факторов и повышается экспрессия антиплотических факторов как в синесетных, так и в покоящихся клетках. И мы с вами говорили о том, что синесетные клетки, соответственно, это устойчивый блок клетчатого цикла, в результате которого они не делятся, но на самом деле это тоже не совсем так. Последние данные показывают, что часть синесетных клеток могут выходить обратно в цикл, особенно если это опухоли клетки, соответственно, если в них количество пропролеприционных всевих яйциклинов увеличится настолько, что П-16 и П-21 с ними уже не могут справиться. И, соответственно, там сейчас различаются разные уровни синесенса от глубокого синесенса, который действительно является необратимым, до обратимого, соответственно, частичного синесенса. Вот. Это, собственно говоря, вся лекция. Я могу немножко коротко рассказать о наших проектах, которые связаны с… Мне кажется, что уже почти полтора часа. Соответственно, я думаю, что люди, в принципе, устали, может быть, даже частично отвалились. Ну, я, наверное, сначала буду рад ответить на вопросы. Спасибо большое. Так, коллеги, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пожалуйста. Можно в чат. Прямо задавайте, Александр. Да, у меня такой вопрос, касающийся механизма, конкретного механизма, благодаря которому вы предполагали, что Шахтин, как Кеназа, которая регулирует один из чекпоинтов клеток, способна… В общем, ее активность способна стимулировать рост опухолевых клеток. В общем, идея, которая лежала за разработкой новых ингибиторов Кеназа-Шахтин, потому что, на самом деле, то, что мы узнаем потом, оно не всегда последует первоначальной гипотезе. Вот интересная именно гипотеза. Спасибо. Ну, собственно говоря, было большое количество статей в районе 2012 года, которые говорят, что вот Хаспин – это вот новый неисследованный мишень, и показывал, что, соответственно, САРНК Хаспину приводит к блокированию клеток в флагмитозе, что, соответственно, Аврора А не может работать, что там медоза замедляется, и, соответственно, были… И было несколько ингибиторов. Когда мы на них начали смотреть потом внимательнее, оказалось, что они довольно неспецифические. Но когда мы начали, мы тоже получили G2M-блок, мы обрадовались, то есть, как бы, к сожалению, патрионин третьим снижается, блок есть, где вроде как нужно. То есть, как бы, вроде все подтверждает то, что есть. То есть, тогда не было ни одного клинического кандидата Хаспин, и они с тех пор не появились. Но, как бы, мы решили, что вот мы вот среди тех людей, которые находятся на стрии. Потом оказалось, то есть, когда мы начали оптимизировать эту молекулу, мы оптимизировались до того, что мы по-прежнему герли Хаспин, но ничего не делали. Зачем вообще контрольная точка Синяки-2 в конце пресинтической фазы? Ну, соответственно, она как раз нужна для того, чтобы четко не вошла в репликацию, если есть этот стресс. То есть, идея в том, что вот это, наверное, последний, причем по последним данным, то есть, как бы, если CDK4-6 ингибировать, когда еще CDK2 активность маленькая, то, соответственно, клетка может вернуться в покойчивое состояние в джиноль. Если, соответственно, уже CDK2 активна, то тогда ингибирование CDK2-циклина Е будет приводить к блоку клетчаного цикла, и, соответственно, дальше клетка должна или уйти в сенесенс, или в топоптоз, или же продолжить дальше движение по клетчаному циклу после того, как она каким-то образом приспособится к этому ингибирую. Можно ли инвид рассматривать покойчившиеся раковые клетки? Да, естественно, но это, конечно, немножко сложнее, чем сделать с нормальными клетками, потому что в нормальных клетках доращивать клетки до монослоя или убирать сыворотку, и они очень быстро приходят в покойчивое состояние. То есть, с фибробластами это можно делать очень легко. С опухольными клетками в зависимости от мутации и уровня циклинов CDK как бы это сделать сложнее. То есть, в принципе, если убрать сыворотку у опухолевых клеток, многие из них все равно продолжат лица, но чаще всего они все-таки выйдут в G0, хотя на это может потребоваться время, и не на всех клетках будет работать. Соответственно, контактное ингибирование плохо действует на большинство опухолевых клеток. Но также, например, мы делали модель, когда мы гиперэкспрессировали по 27, и, соответственно, это приводит к такому состоянию, похожему на квайсенс. Мы делали это для своих целей. То есть, мы не изучали совсем квайсенс, именно что там, скажем, традиционный профиль похож, но в принципе можно попробовать такими кинетическими манипуляциями сделать. А марктеры этого квайсенсы есть? То есть, допустим, у меня есть single cell dataset, и там вот я подозреваю, что кто-то квайсенсы. Ну, вот есть вот эта статья, которую я цитировал. Соответственно, то есть, маркеры по 27, по 27 будет, наверное, основным маркером, низкая экспрессия ки-67 тоже, но в принципе у них, вот опять-таки, если это посмотреть вот эту статью и, наверное, некоторые другие, там в принципе тренировационный профиль очень отличается, и в принципе экспрессия большинства белков гораздо ниже, чем в циклине целости. Вот, то есть я бы, наверное, смотрел, что там низкая экспрессия циклина D, высокая экспрессия по 27, в принципе, низкая экспрессия большинства транскриптов, ну и, соответственно, есть вот всякие другие маркеры. Я уверен, что, по-моему, вот в этой статье было про Transcription Profile в целом, но я думаю, что можно найти большое количество других статей, которые показывают какие-то транскрипционные маркеры, но, опять-таки, для обхлевых ветках это может быть не абсолютным абсолютным как бы маркером, то есть они могут, ну для обхлевых ветках считается, что как бы что у них там такого полноценного квайсенс быть не может. Но вот в общем вот эти, наверное, вот маркеры как бы являются наиболее определенными. и низкий уровень циклина D. Окей, да, спасибо. Там просто с циклином D такая проблема, что там непонятно, как бы вот она просто идет когда по клеточному циклу, то она как бы проходит около restriction point, и, скажем, у нее низкий уровень циклина D. То есть она может просто быть как бы в этой точке клеточного цикла, а не то, что она совсем в кисенце. Это вот циклином D как бы не отличишь, мне кажется. Ну, наверное, да. Тогда, но с другой стороны, условно, у нас должны быть маркеры, то есть тот же там PCNA и K67, наверное, не будут присутствовать в пояснских и точно будут PCNA абсолютно необходимы для репликации. Поэтому, мне кажется, можно вот так клетки тоже. Нет, PCNA, по-моему, он как бы активен в метозе, и вот в этой точке он тоже там все как бы, ну, то есть в этой точке как бы практически все основные гены клеточного цикла, они как бы на минимуме. Но это не значит, что она как бы, она просто, ну, вот как бы ее проходит, а потом дальше. Поэтому ее отличить транскрипцион достаточно сложно. Вот Квисенс от, ну, как бы от той точки, куда она входит в этот Квисенс. Нет, PCNA абсолютно точно в репликации, он является маркером оригинов. То есть он абсолютно точно в репликации должен присутствовать. Ну, вот. Ну, окей, нет, спасибо. Тишися. Я на самом деле могу вот насчет, так, сейчас, мы можем немножко, у меня остались там слайды за слайдами. про PCNA, то есть вот, например, вот этот Квисенс, да, то есть, как бы, вот PCNA как бы очень хорошо маркирует делящиеся клетки от неделяющихся. Вот. Тишися от семен, по идее, должен делать то же самое, но в опухолевых клетках он часто будет высокий в любом случае. Вот. Опять-таки, на каком уровне идет от регуляции, будет ли этот белок соответствовать здесь РНК, это другой вопрос. Но, тем не менее, как бы, вроде как так. Окей, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Давайте. Спасибо. Окей, спасибо. Скажи тогда, может быть, про вот свои исследования. Да, я тогда, наверное, коротенько пройдусь по тому, чем мы занимаемся. Мы как раз, не очень теоретический слайд сюда вставил, в общем, мы занимаемся как раз ингибиторами CDK819, это транскрипционная киназа, который, я извини, среди этих слайдов хотел сказать теоретически, но не сделал. Это сонокиназа, который входит в медиаторный так называемый комплекс, который нужен для транскрипции, она является, с одной стороны, репрессором транскрипции с суперенхансеров, с другой стороны, она является активатором транскрипции с разнообразных инфекционных факторов, включая эстрогеновый рецептор, ВИНТ, андрогеновый рецептор, статы и так далее, и тому подобное. Очень много и все. И вот, собственно говоря, лаборатория, которую я сейчас управляю, она была создана по Мегагранту для, соответственно, Игоря Ревенционная, который является одним из открывателей multi-tracked resistance белка и, соответственно, очень большим экспертом по Силике 8.19. Мы с ними коллаборируем сейчас в университете Южной Каролины. и идея применения инфекционных Силике 8.19 в том, что они не дают осуществиться транскрипционным программам, которые как раз активируются в ответ на стресс. И, в частности, соответственно, не дают образоваться транскрипционно- источническим препаратам. В двух исследованиях, которые мы сейчас делаем, которые фактически очень близки к публикациям, мы обнаружили, что инфекционные Силике 8.19 они как раз в сочетании с химиотерапией помогают предотвратить уход клеток в блок клетчатого цикла, то есть как раз это торматное покоящее состояние. И таким образом возможно в соответствии с другими данными литературами активирует там ответ републикационный стресс и приводит к гибели этих опухолей и к тому, что не возникает устойчивость. Соответственно, первое, что мы одно из этих исследований это исследование как раз устойчивости к паубоциклибу и если мы посмотрим на если мы используем паубоциклиб в культуре, то в определенных концентрациях к нему очень быстро образуется устойчивость причем эта устойчивость не мутационная а как раз транскрипционная то есть если отмыть это лекарство то клетки вернулся к своей чувствительности. Здесь с синеньким обозначены разные дозы паубоциклиба и через две недели клетки начинают снова расти в его присутствии совершенно без каких-либо проблем. Если мы добавляем ингибитор CDK819 они не начинают расти. Более того соответственно при долговременной устойчивости пробоциклиб ингибитор CDK819 клетки растут в их присутствии соответственно в их комбинации эти клетки полностью вообще лимонизуют. И одной из причин там довольно большие транскрипционные изменения потому что опять-таки CDK819 это транскрипционная киназа и там не происходит увеличение скажем некоторых маркеров устойчивости таких как CDK6 его экспрессия не увеличивается. Но что мы там довольно много всяких молекулярных изменений в системе обнаружили и так далее я про них не буду подробно рассказывать но самое интересное казалось что мы ожидали когда мы начали исследование что клетки не будут делиться они не будут выходить из цикла а с полноциклибом они потихонечку приспособятся начнут выходить из цикла но когда мы начали смотреть на эти комбинации где-то в начале когда эта устойчивость еще не совсем образовалась оказалось что наоборот больше клеток входит в репликацию по Берди-юметке это судя по всему немножко зависит тоже от концентрации соответствующих использованных каждого из этих препаратов но в общем больше клеток входит в репликацию когда мы используем комбинацию этих препаратов тем не менее меньше клеток остается и на другой кличной культуре которая быстрее рак толстой кишки в которой эти эффекты более выражены мы показали что вот эти клетки которые входят в репликацию они же потом и гибнут то есть здесь не только вхождение в S-фазу увеличивается но и количество гибнущих клеток увеличивается суть по всему это связано с репликационным стрессом то есть эти клетки не могут в лотоциклип обычно их выводят в G1 блок потому что он блокирует сети 4-6 и соответственно клетки остаются здесь но если мы даем ингиберсики в эти дегидансы этот блок кличного цикла станутся хуже клетки продолжают движение по клетчатому циклу и дальше соответственно без активности K4-6 и фосфорилирование ARB они и там происходят другие изменения связанные с ретинбластом они в результате гибнут гибнут и потихонечку такие изменения накапливаются до тех пор пока вообще все клетки погибли и соответственно во втором исследовании мы исследовали комбинацию другого ингибитор с ингибитором мотиниба я опять-таки извиняюсь за отсутствие теоретических слайдов я немножко поторопился это все вставить сюда но в общем в хроническом мелорикозе это довольно уникальный опухоль который зависит от одной мутации образования химерной кеназы BCRA и соответственно она очень эффективно блокируется ингибитором BCRA что приводит к блоку клещного цикла и затем к часто капоптозу в культуре часть клеток просто перестает делиться и соответственно есть ингибиторы есть мутации в самом BCRA которые приводят к устойчивости против них создано второе и третье поколение но где-то 50% устойчивых пациентов у них устойчивость образуется за счет других механизмов активации других сигнальных путей вот и мы соответственно решили посмотреть что будет если мы можем ли ему предотвратить устойчивость если мы ингибируем с реки 8-19 и действительно мы увидели что соответственно если мы блокируем с реки 8-19 у нас значительно увеличивается процент клеток с клеточной гибелью и увеличится скорость клеточной гибели и при этом довольно интересные изменения происходят в транскриптоме то есть по сравнению с имботидимом против контроля для многих генов увеличивается активность того что делать то есть апрегуляция того что делает имитилип и даун регуляция то есть CDK8-19 делает эксплуатационные ответы гораздо более выраженным при этом много генов относящихся к клеточному циклу и когда мы посмотрели на клеточный цикл на самом деле мы посмотрели на ТРН косяк оказалось что клетки гораздо хуже ходят до клеточного цикла вместо этого они идут сразу и опять мы видим такую же ситуацию как мы видели в предыдущем исследовании мы видим большее количество клеток которые входят в репликацию и затем эти же клетки гибнут и это происходит из-за того что во-первых вот эти 7 гибит по 18 по 27 и по 27 они экспрессируются в меньшей степени чем если мы даем просто имитинип а с другой стороны у нас МИК который является пропорфессионным он меньше снижается при имени имитинип но при этом у нас снижаются антипопатологические касказы такие как активация КТ активация и в результате клетка с одной стороны не может идти в блок клетчатого цикла с другой стороны у нее ингибированы антипопатологические пути и она опять гибнет то есть в принципе это и некоторые другие данные как бы говорят о том что можно использовать все-таки 8-19 ингибирование для того чтобы как раз с этими упокоящимися клетками в сочетании с химиотерапией расправиться не дать клеткам уйти в coessence или senescence и соответственно предотвратить таким образом устойчивость связанная с покоящимися клетками вот это так вот очень кратко про вот эти два исследования которые там непосредственно связаны с клетчатой спасибо большое очень здорово слушай а P53 там вот он мутирован или нет если уходит как бы P53 же управляет апоптозом необязательно то есть это один из компонентов который в P562 у них P53 мутирован P21 у них нет тоже но они прекрасно уходят в апоптоз просто потому что соответственно AKT кеназа и STAP5 соответственно являются антипоптозическими джакстат сигналинг и петрики AKT сигналинг являются антипоптозическими путями которые при активации они стимулируют экспресс UPC2 и MCL1 и AKT инактивирует BAT соответственно пробоптатические ну и также другие тоже эффекты есть для P53 прекрасно апоптоз для MCF7 они являются у них P53 есть насколько P53 важен для этого фенотипа мы тоже сейчас выясняем ну в принципе возможно что телеки 819 связан с P53 то есть для этого у нас тоже есть исследование но абсолютно это не во всех его фенотипах и то есть для каждого из изменений которые мы видим а там P53 может быть важен может быть для для имитини либо нет не важен для вот этого может быть важен вопрос окей спасибо большое коллеги вопросы оставайте окей спасибо большое я надеюсь что это было как-то оптимально не слишком просто сложно или ну в общем спасибо большое спасибо большое вот что рассказал спасибо очень интересно замечательная лекция и больших успехов в ваших исследованиях надеюсь когда вы закончите еще раз скажу да спасибо запись